добрый день мои уважаемые зрители узнаете эти кадры эти места вернее не кадра эти места вот видите где я тестировал самокат когда его купил вот лазил ездил на ту сопочку три года назад почти ну два с половиной но все равно давно вот заправка вот тут вот помните мы блуждали заезжали вот здесь по дороге в дождь короче когда вы поехали поехали и не доехали никуда вот железнодорожный переезд железная дорога и я сейчас поменял планы хотел ехать другое место ну на удивление опять сегодня дикий мороз короче мороз был градусов 28 ночи иду я вот вышел в 10 утра где-то было полдесятого 25 пока шел до остановки нос заморозил блях даже не ожидал дамба поэтому я участвую выдвигаюсь прям по шпалам по шпалам и попер по шпалам да это путь не основной на основном пути вот бетонные шпалы и я иду может уже подзабыли а я иду сейчас решил сократить маршрут вот смотрите дым это все амур металл сейчас без очистки молотит плюс там утечка пара стец которую так и не закрыли тс-1 сделано еще на корейских генераторах которые они не корейские японские вывезли еще с японии 29 мегаватт синхронный генератор так он там и работает вот какое японское качество переделали его до 50 герц вместо 60 вот видите людей никто не ходил следов нет тропинок нет ну и сейчас два километра мне чесать я сейчас иду на на мост мост который железнодорожный а потом пойду по реке вниз если она конечно позволит ну при таком морозе думаю река замерзшая промойны конечно все равно могут быть вот и иду до пьяной дороги ну а там как видно будет может выйду на свой бивак я пойду вправо где-то около 7 8 километров и в конце концов выйду через силенский парк если все будет хоккей там еще то есть ну зигзагами со всеми непонятками может и десятка быть ну я вот даже отдел обувь так переместился на другую сторону думаю с какой стороны спускаться на растой там вот раздолбана лучше там похоже даже на машинах подъезжали поэтому я перейду этот мост и наверное я попью ой ну какие горы там это вот в сторону холдови ну не вижу я к сожалению у меня бликует экран если попало что-то на кадр то я рад за себя и за вас зато я вот эти сопки могу снять амурские вот с моста ну я приложу как всегда отдельным постом фотографии наверное может не сегодня не быстро ну простите что я хриплю иногда сопливлю болею я к сожалению хроника это при желании можно выйти даже на дземге тут был еще один вариант куда сходить вот в эти сопки ну надо дальше ехать также силенку переходить так аккуратно я что-то не рискну я пойду я вот по этой мне кажется так проще и безопаснее будет тут все-таки эти составы ходят тут она покрепче тут в этом блин это хилая ровицы на лицо ужасные добрые внутри он первую часть своего плана я выполнил осуществил тут какие-то вот на джипах на грузовиках рассекали вообще вот колеи здоровые от машин что за блин людям дома не сидится заехать застрять ну удивительно тут как говорится всегда что-то неожиданное происходит уже сосули на бороде на усах так извиняюсь ну сейчас где-то потеплело может градуса 22 хотя не припекает абсолютно то есть иду задница вроде к солнцу ничего подобного тепла нет так а здесь нету где спуститься до и ломая ног ну давайте вы здесь ему да ничего придумывать сделаю дольше крюк но зато проще на удивление тут сугробы какие-то появились так это собака я думал человек это собака человек и кошка в тень попал ой тихо тут могут быть я вы проволока всякая камни вот видите он так выглядит капитально снизу может он так всегда выглядел не знаю но у меня вот я помню мост я приезжал как-то первый раз туда я пешком еще приходил где нам гуляли бы это давно было по детству а вообще сюда приезжал на машине на своей вот с той стороны как раз это мы близко не могли подъехать из-за того что было куча после наводнения стволов поперек дороги ну так приходил людям привозил вещи они отдыхали тут эти опоры вот ничего не поменялось опоры то те же а вот другая часть по моему победит даже судя по коррозии возможно тот мост убрали поставили более мощный вместе с реконструкцией завода нефтяного надо же вывозить все было это сейчас затягло сейчас раньше поезда каждые 15 минут ходили завода и до завод сейчас все затягло будут лаи жена как смотрите по ежи до наломано ты стрелок он забуксовал идет он пытался дальше проехать что господи каких идиотов и бывает только учеба делать страна блин дебилизируется так ну вот все вышел я на оперативный простор и сейчас я чесану да вот здесь раньше была хорошая такая плес зарос весь я тут каяк надувал спускался вот он сейчас нету нифига все изменилось а вот там вот вот будет участок вы парковались на самокатах воде кончается лесок еще метров так 30 не доезжали до самого берега пусты притоплено было под самые деревья вот от мотайте допустите на осень кто смотрит мой канал может сравнить виды какие какие были тогда и какие сейчас красавец вот тут сидела 11 часов 14 минут туда заварку я не скупился и на сахар поэтому дубы литра мне хватит чуть меньше литра 07 в принципе термос компактный как раз оправдывает на короткие выходы хватает на одного человека вообще нормально на двоих не хватает поэтому я сегодня горелку не стал брать а с другой стороны газ сейчас дефиците тоже сейчас баллончик газа 450 рублей берегу на более благоприятный хорошо прогревает горло и вот здесь тишина кстати вонять перестала может ветер потянул вот видно и он это сдувает вот ветер начал дуть все сейчас к обеду он начнет все-таки задувать но это хорошо может продышаться это хотел еще продышаться просто нюхать этот лисий хвост там хер знает фенолы какие-то гептилы от которых и так аллергия были как тишина дуберзну я я хотел переобуться то не стал хотел идти войлочных ботинках здесь ну подумай может переобуюсь еще вот интересное природное явление вот он лед кусок как вода вытворяет на горной реке сильные морозы наледи образуется вот он лед да и так поднимаемся кажется что это сугроб а на самом деле это тоже лед видите текла сверху вода то есть выбора взял основное как-то и потекла сверху и вот одни слет кстати ходил пешком кто-то это не мои следы и потом опять равняется лунки делали маньяки ну конечно рыбы тут час нет рыба будет несколько позже в марте будет недели через три появится тут пока только дрова а кстати теплее то то есть вот говорит даже о том что уровень воды был некоторое время приличный тут увижу какую-то бичарню кстати у машинка короче точно машинка дыбок идет что он там делать непонятно живет наверно вам зует людей не вижу микро грузовичок четырехдверный и купе у него приторочено с буржуйкой вот здесь вот тоже сотрите хлоп ну тут видимо я бы были да тут же сужается перекат а вот до переката идет достаточно глубокая я вагетра 2 было на тоже как сейчас не знаю вот эти лед какой толстый уникальный маленький а вот кстати долги ли можно посмотреть видите кто-то из любопытства воду дай это набирал а вот это кстати может вот этот вот товарищ вода то неплохая топлива хотя все равно хибия вот видите пора злобало вот уже удивительная рядом увидели ну хотя бы увидели что я на реке даде где-то понимаете городе по асфальту заливаю потому что там еще вот залом был появился только ворезку хоть под этот берег течение дичайшая просто с буронами а когда на каяке проходила здесь кстати не поменялось по этой стороне был плюс такой же кстати даже ничего не выросла горит а 12 часов 15 минут 15 минут я уже шумуршусь на стоянке но у я тут практически все резервно готово да но правда жизнь заключается в том что собака хоть и друг человека злоба хищник и питается она любит конечно мясом свеженьким и вот я только сюда сел да начал тут по малюху переобуваться рюкзак разбирать как они принеслись три штуки еще рыжие с небе ну близко не подходили за поворот начали гавка что-то изображать неуверенность себя ну после того как я крикнул рыкнул по палку вот сломал костровую весь вентили короче все махом хищники его ладно смотрим сколько надо пионеру в отставке чтобы вспомнить свой пионерский пионерское детство до сколько нужно чтобы развести так секундочку мне неудобно снимать и поджигать все надо вот этот поджигать лист там уж чеки специально собираю они горят хорошо термобумага и и попусту и тут картонка для чая растопка вот так вот туда под низ поджигая бумагу будет облога щита всякие подсос будет воздух вот прошел я место где были пробоины уже прошел то место где провалился вот где коряга вот это тут я тогда проваливался никаких следов никаких звуков вот здесь были пробоины нету все приборозило сейчас в принципе я мог бы выбраться вот на этот берег вот кстати протока боковая приходит по которой боялся уйти в бок вот она уже об этом закоряженная не понять как и вот я мог бы вот по этой протоки на берег дальше там будет и выйти через поселок там собаки конечно все дела ду зато там чуть-чуть пройдешь по поселку уже асфальт правда там машины ездить легковушки постоянно ну как бы экономится время быстрее чем по лесу сейчас посмотрю если там тропа будет я пойду через поселок наверно потому что время не столько же там уже выходишь практически до собери общем удобно через него с пешком когда ходишь особенно вот кстати вот она тропа вот она развилку я еще не дошел до нее сейчас просто гляну хотя в каком она состоянии потому что там ловить там еще может промоиды будут но я думаю наверно замерзла все-таки 30 мороза стояла это не шутка 30 за 30 поэтому еще немного экстрима не запланированного уже я запланированного до имеющего место быть измазаться не хочется залезть то ничего сложного ботинках я позже залез но у этих мягкая подошва ай бля все выбрался и автостоянка бла-бла-бла весь вот так вдоль я пройду выйду до стрелковую на какую-то там вот смотрите как далеко ты отсюда кстати можно вот а поворот уходит к лесу туда петлями а здесь я выхожу так прямо и на базовую вот мой курс на т.с. 2 а вот оттуда я пришел вот где т.с. 3 13 часов 28 минут ох как скользко то вот недостаток этой обуви она очень скользко последний замок прохожу и впереди улица базовая тут и 100 кровь помните дурной перекресток такой который не перейти в один заход с трамвайными путями которых нет непонятной логикой переключения светофоров до шестью с половиной направлениями блин едущими встреч на что есть как пдд как говорится исключает войдем выезд на встречную полосу организовано перекрестки натурально мне там по-другому не проедешь причем два раза это вот нонсенс такой с точки зрения пдд развязка пока в собольский баня на дровах ну и все и вот она остановка вот за этой вот херней которая тоже уже давно дичья уже 10 раз перепродавали и остановка базовая это улица базовая сейчас сюда уже закончилась вот такие самосвалы галяем выходной день вот я пару таких пропустил в попутном направлении пока шел от них зернишь ну я сэкономил прилично минут 15 где-то я сэкономил за счет вот этого всего ой блин сейчас только вопрос будет автобус не будет то есть эти пешком летом так вообще хорошо я уже летом второй сезон на самокате пешком себя не перетруждаем ну носим можно вообще закончить экскурсию по городу до экскурсию по риму сейчас пешеходный переход вот этот перейду сделаю купала рамку и все это просто для тех кто никогда не был в комсомольске ни разу комсомольчан это все как бы может бывали даже где-то может даже кто-то и живет движение как час пик все ауди ездят одни за другими прям выставка ауди но я говорю тут вообще и простые люди дал дар к бухло торговцы всякие стс и и прочие черный бизнес теневой так мой автобус похоже нет нет и бой 40 какой-то похож на него бежать смысла нет все вот я пришел и вред туда короче ехать бежать